МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старшиня Гомельского Абл-Выконкаму Владимир Дворник сёння провёл приём членов инициативной группы, які звернулися с проблемным для Новобелецкого района пытанием. Нагадаем, скарга звязана с периодичным з'явлением у поветры неприемного паху за вытворчасти на предприемстве Гомельш-Палеры. На предприемстве робят всё, каб вырошить проблему назавжды. Ее не замолчывают санитарные службы и комитет природных ресурсов и оховы новокольного сяродя. Специалисты означают, невеликий пах есть, але погрозы для життя и здоровья людей не представляя. Дмитрий Котов протягне. Две новые линии по вытворчасти виниловых шпалеров уведены у эксплуатацию у студенек этого года. Кошт проекта – коля 10 миллионов долларов. Простые месяцы после запуску стали поступать скарги от жихоров домов, які знаходятся у Новоколли. Людей хвалявал дым и неприемный пах. Учервене деятельность предприемства была часово припынена. Заключены договоры с двума навыковыми институтами Беларуси. Яны распрацевали рекомендации по ликвидации порушеньев. Усё было зроблено, и с другого листопада вытворчасть знову запущена. Дым зник, а вось пах – не полностью. Областный комитет природных ресурсов Яховы Новокольного Сяродя проводит постоянный мониторинг. Специалисты означают, что ситуация значно полепшилась. Правда, у один день, 22 листопада, лабораторные доследования выявили перевышение допущальных нормов с находжением поветры, формальдегида и аммияка. Последовало, во-первых, разбирательство, что же повлекло выброс этих веществ. Предприятие тоже было поставлено в известность. Они тоже у себя внутри провели разборку. Но определили, что данное нарушение вызвано тем, что специалисты предприятия неправильно настроили машины. Это вина предприятия. Значит, у нас в соответствии с действующим законодательством в случае повторного нарушения со стороны предприятия природоохранного законодательства в течение 30 дней предприятию будет незамедлительно подъявлено соответствующие санкции. Пильно сошить за ситуацией и санитарная служба. Доследования ожитивляются два раза на день. За раз порушений не отзнашаются. Специалисты и снования у поветры побольше с предприятием Гомель-Шпалеры неприемного паху не отмавляют. Однако, что он сдольный уплывать на здоровье людей, за раз казать не льга. Запахи санитарно-педагогическим законодательством не нормируются. Да, мы тоже обеспокоены, что наличие запаха может говорить о присутствии того или иного химического вещества. Поэтому проводится работа для того, чтобы определить и эти вещества, и только наши службы, но и предприятия. Мы отмечаем, что визуально он уменьшился. Но да, он присутствует и будем над этим работать дальше. Чтобы, как я сказал, определить по максимуму те вещества, которые выбрасываются, и подтвердить, есть ли действительно опасность или нет, опасность для здоровья населения. Кабы отримать отказы на пытание на конт-коншаткового выращения этой проблемы, инициативная группа в составе трех человек пришла на прием до старшини Гомельского обл. конкама у Владимира Дворника. Жихары Новобелецкого района поделились о своей проблеме, после чего им пропоновали наведать предприемство Гомельш-Палеры разом с директором Андреем Башиловым и старшиной Гарбы Конкама Пятром Кереченком. Непосредственно в творчестве каждый смог доведаться об примаемых мерах, каб на реште у этой истории была поставлена кропка. Усиление системы фильтров, чтобы более тщательно улавливать. Это работа с подбором красок, переход на другие растворители, которые не имеют таких ароматических свойств, менее ароматичные. И, возможно, модернизация трубы в плане того, что мы планируем ее поднять, чтобы увеличить зону рассеивания, соответственно, чтобы в том числе избавиться таким образом от запаха. Нам все это спотребится каля двух месяцев. Жихары суседних с предприемством домов спадяются на становший эффект. Мы очень надеемся на решение этого вопроса, на помощь губернатора. На сегодня, да, запах слабо ощутимый, и гула от завода практически не слышно. Будем надеяться, что это будет продолжаться и дальше. Старшиня Аблова Конкама, Владимир Дворник, это пытание поставил на особистый контроль. Он доручил всем отказным службам оперативно информовать его по пытаниях, связанных с этой ситуацией. Что касается дальнейшей работы, мониторинг не прекращать. То, что заявляют заявители, посмотрите по всем выбросам, по всем веществам. Дорабатывайте методику, проверяйте и мне регулярно докладывайте. Дмитрий Котов, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Подрученни старшине Аблова Конкаму, Владимира Дворника, администрации у всех районов «Гомеля» повинны распрацовать комплексные планы по зелененню города. При этом першочарговая увага будет звернута на новые микрорайоны и зоны отпочинку. На протягу наступного года плануется высадить некольки тысяч древов. Причим, разом со специализованными предприемствами, гэтой работой будут займаться так само жахары областного центра. Какими новыми насаджэннями упрыгожать «Гомель» доведаўся Олег Синцерову. Нельзя сказать, что «Гомель» не заявляўца зеленым городом. Але правда и тое, что у разных районах ситуація може вельмезначно адрознівацца. Коли у центры посаджаны целые парки, то у некоторых новых микрорайонах добра, коли убачиш некакі десятков древ. При этом их далече ёс часто не самосприяльны. Посаджаная у неподрактованую глебу, саджанцы часто не могут вытармать ни в высоких ледях, ни низких зимовок температур. По этой причине, с наступного года перавага будзе давацца так званым буйномерам – древам во узросте от пяти годов. Недзе два гады таму державное предприємство «Червоных гвоздік» набуло таке древы у лесгасах. Годна с доследованнями супрацовніку Минского ботаничного сада, самыми устойливыми до городских умов заявляецца клёны. Их так само высадзіць у «Гомели», але токі гэтым лідам не обмяжуюцца. Напрыклад, не повядуме тым, што их кроном можна надаваць «Любий выгляд – троховугольный, квадратный, шароподобный. Гэта зробить городський пейзаж по своему неполторному. При гэтым карані усіх древ, які знаходяться на предприємстве, разом з землею упаковали у спеціальні сетки. Гэта дозволить не пошкодзіць їх при перевозці і значно повысить выживаємость». «Корні у нас запаковані в мешковину і спеціальна сетка, яка держить ком землі, там порядка одного квадратного метра, то есть это куб землі где-то. Здесь очень больші комы, по метр сорок сетки. Сетку можна в любое время взяти, повезти на нове місце, посадити. Она більше буде приживатися, дерево в любому місці приживеться». «До озеленення Гомеля планується притягнути насельництва от студентів до работників предприємств, території яких можуть упрохожить звичайно для многих туристській штанами, ті пакуль екзотичне фелефіром. Выбір рослин для озеленення Гомеля сьогодні тембош значний, що в пошній час до їх выросшування почали долучаться підприємства лісної господарки у речськім досвідному лісгасі відповідний питомник створили два гады тому. І уже у гэтам годі представили свою продукцію на міжнародному ставі «Весна у Гомеля». Пакуль – основные покупники, приватні особи, але тут готовы супрацовнічись і з державними організаціями. Сьогодні до реалізації уже готовы околе 500 древ. Часка зіх выросшується в спеціальних сумках, що дозволяє заховаць корнявую систему. У наступному годі гэтаю технологію планується распросядзіць на увесь буйногабаритний ассортамент. Із хвойних у нас туї в ассортіменці кіпарісові кі можжевільнікі. Із лиственних у нас кустарнікова лапчатка, бархат амурський, пузыріплоднік. Тобто ціновий діапазон градірується по висоті у нас. Ані стоїмость приємніма, я считаю, як для насеління, так і для організацій. Олег Сентюров, Валерій Капанько, телерадокампанія «Гомір». Сьогодні у Гомірі відбувся виїздний семінар Міністерства жильово-комунальній господаркі. На парадку дня питання взаємодзіння містових виконавчих і розпорадчих органів влади з ассоціяціями, саюзами товаріства уласніків і організацій забудовщиків. Посьпіхи і проблемні моманты у гэтым напрямку розглядаліся на прикладах роботи коммунальних прадприємствів нашої в області. Удзельнікі з семінара обмеркавалі махчымаці і укаранення інформаційних технологій, удзельність товаріства уласніків і організацій забудовщіків. Прыкладами для удалого рашення гэтай задачі падзілиліся супрацівнікі Міжнародній ассоціяції, менеджменту нерухомаці і керівнікі районних жильово-будовнічих кооперативів. Удзельнікі з семінару на конкретних прикладах змаглі познайоміць з роботай по доброупарадкаванніх гратських територій на принципі краудфандингу. Гэта альтернативний напрямок колективного фінансування прадприємствами, організаціями і громадянами робот ці праєктаў. Семінар плановий. Ми зустрічалися в августі місяця текущего року і обозначили проблемні вопросы. Це вопросы, в тому числі, цифровизації, електронного ЖКХ, можна так сказати, обращення граждан, то є своєвременне їх розсмотення, компетентні відповіді, изучення тех проблем, які возникають непосредственно у председателі товарищів собцінніків при експлуатации жилого фонду. Сьогодні альтернативні колективи навучэнців установ профісійної адукації, які вийшли у фінальний тур шостого обласного конкурсу патриотичного виховання «Спадчина». Хлопці і дзявчаты з 12 навучальних установ регіона працтавілі своє лєвші роботи у п'яти номінаціях. З выступленнямі фіналіста ознайоміліся наші корреспонденті. Раз, два, три, Беларусь! Більш за три місяці підріхтовки шерох конкурсних етапів у гэтым годі своє роботи працтавілі навучэнці 65-ти установ профісійно-технічній і середній спеціальній адукації Гомельській в області. Хтось ці вирішив поспробоваць своє сіла одразу во усіх п'яти номінаціях. Хтось ці працтавіл роботи у п'ятому напрямку. Номинацій дослідча, літературна праця, видеоролік, хореографія і комп'ютерна графіка. Присвеченні году думалій родімій і стагодю комсомольського руху. На обороне дослідчих роботи ісце конкурсна жюра відзначила, фіналісты готові народні лекторы, які махчыма лепш за інших змогуть зразумілій молоді мові розповісти про дорогі серцю міццы і вибітніх людей родного краю. Ребята в цьому гаду писали слідовецькі роботи, делали видеоролікі, писали ісце о людях, які пройшли комсомол, посвящену століття комсомола. В цьому гаду у нас родилась уже ідея, що треба зробити емблему свого конкурсу, теж, яке все связано з наслідчем нашим. Одні з самих популярних на конкурсі флешмоби з використанням сучасних молодежних напрямків у хорографії. Под агульним девізом нам доверена гэта стагодзі, елементами народного танца, брейкданса, акробатичних труков і чарлідингу. Хлопці і дзявчати виказували своє башення патріотичній тематики. Це неоцінимий опит, насправді. Це дуже піднімає настроєння, заставляє роботати над собою. Роботали дуже багато, кожну репетицію, від початку до кінця, дуже багато роботали, старались. Жюри конкурсу вже визначила у кожній з номінацій владальників гран-при другого і третєго місця. Але інтригу вирішили витримати до гала-концерта, урушить дипломы і подарунки аутерам лепших робот на думку не тільки з основальників конкурсу «Белая Русі» і управління адукації Абл-Ваканкама, але і нових партнерів, які підтримлювали проведення конкурсу. У тим ліку, наприклад, телерадуя компанія «Гомель». Урочистая церемонія узнагородження пераможців конкурсу, які немає аналогів у Беларусі, запланована на 13-я снежня. Наталія Каприленка, Андрей Іванов, телерадуя компанія «Гомель». Більше як 1200 кермашів і вистав продажів організують напередодні калядних і новогодніх святів у Гомельській в області. Кермаши почнуть роботу з 15-го снежня. Організація «Гандлю» подрихтовали необхідний запас товаров для безперобойного продажу. До прикладу, розничні сеці реалізують до 35 найменні у кондитерських новогодніх подарунках айчинной витворчасті. Заказы на новогодні кулинарні і кондитерські вироби приймаюць організації громадського харчавання. Рыжым роботы гандлёвых центров, магазинов, кафе, ресторанов, аб'єктів бытового обслуговування у гэтай дні планується падовжыць. А крім'я того, с 21-го снежні у регіоні разгорнуться більше як 200 елочных кермашоу. Планується реалізоваць не менш як 14 тысіч новогодніх прагажунь. Іх кошту залежності от вишыні складі от 8 до 14 рублёв. Натуральні древы у катках будуть каштаваць от 25 рублёв. Сьогодні адзначаецца сусветны дзень воланцёраў, людзей, заўсёды гатовых прайсці на допамогу. З гэтай нагоды у Гомілі прайшла обласная конферэнція найбуйнейшей гуманітарной організацій країны – Пеларускага товарыства Червонага Крыжа. Яго на прамкі дзейнасті шырокі ад соціяльной допамогі да реагавання на крызісныя і надзвычайныя сітуація. Аспекты дзейнасті булі працтавліны на выставі у холі Палацтворчаці дзяті і муладі, дзе проходзіла урочыстае мероприемства. У Добрых справах Червонай Крыж супрацонячаў з медикамі, вратавальніками і іншымі службамі. У радах добрахвотнікаў обласной організацій калядзвюв с паловой тысіц шалавек. Гэта людзі розных професіў і узросту, ад школьнікаў до пенсіонерів. Яны складаюць амаль 130 воланцюрскіх груп. Я воланцюр около года. Я вступил в воланцюрское движение Красного Креста, потому что во время написання своей диссертации, а також написання своїх диплома, я плотно изучал противодействие торговли людьми, международне гуманітарне право. Я решил применить эти знання на практике. В дальнішем мы планируем создати інициативну групу воланцюров, которые бы також присоединились к нам, к профилактическим мерам по противодействию торговли людьми, а создать групу інструкторов, которые бы уже работали самостоятельно. Самым адданным воланцюрам уручили заслуженые узнагороды, грамоты і падякі. По словах кераўніства обласной організації, без гэтых людзей не отрымалася б реалізаваць дзесяткі важных праектаў. І ў працях темы. Воланцюрскі рух об'ядновывая мільйоны людзей. Доброхвотнікі варашаюць самая розныя задачі. Ладзе цвяты для хворых дятей, шукаюць пропавшых людзей, доглядают за пожилымі. Історією узнікненні і планамі на будучыню некалькіх воланцюрскіх об'яднаніў регіона потікавілася Ганна Каральчук. Воланцюрскі зоорух подарым шанс з'явіўся ў 2060-м годзі. Ранее ёху кераўник Святлана Лапопа спрабывала своімі сіламі вырытаваць бездомныха собаку, які поміраўаць цяжкай хворобы. Дзявчынях этага не удалося, однак ёна вырышыла да помахчы іншым бездомным жывелам отримать шанс на житё. Спочатку да ёе долучыліся сябры, потім з'явілися групы ў соціальних сетках. Сёня ў шарагах доброхвотных помочнікаў Руху 40 воланцёров. Сторонка подарым шанс у контакте об'ядновываюе омаль 19 тыс. чоловек. Зоорух організуваў 13 городскіх акцій по пошуку господарот для бездомных жывел. А краме таго, актівісты проводят сустрэчу ёнтернатах, дитячых домах і школах. Мы традиційно уже лет 6-7 ездим по домам престарелым для інвалидів, к людям, которые обделены немножко вниманием, у которых нет родственников по большей степени. И вот в этом году мы едем, опять же посещаем дома-интернат 15 и 23 декабря. И хочу, пользуясь случаем, обратиться ко всем неравнодушным людям, помочь нам в сборе финансов для закупки сладостей. Это то, что мы делаем каждый год. То есть мы приезжаем с животными в интернаты, привозим им сладости, праздничную программу. Дзевятых оснежний волонтерский рух проводить республиканскую акцію «Заховай життё» по пропаганде гуманных оставлення доброту наших меньших. В ветеринарных клиниках и пляцовках для выгулу жывел господарам расскажуть, як застерахчы життё годованців. Выдадуть специальные бірки на ошейник или столки об чипировании, регистрации и стерилизации жывел. 15-годовый юбилей сёлита цвятковал волонтёрский отрат «Открытое сердце», открытых акціонерных товариствах «Омсельмаш». За этот час колька с тего члена взросла с 8 до 70 человек. Супрацовники предприємства и их семьи допомагают детям-сиротам, инвалидам, ветеранам и социальным установам. В один прекрасный момент нас пригласили съездить в Гомельский областной дом ребенка. Помочь нам перенести шкафы. Ребята приехали, посмотрели, что там делается, всё, что там происходит, и решили помочь. Оставили свои контактные телефоны. Где-то в течение месяца нам позвонили. Нужна была помощь. Мы приехали, покрасили там все скамейки, отремонтировали манежики. Ну и вот как-то оно всё завязалось, и получается, что где-то лет 10, ну и по сей день, в принципе, снег чистим. Они нам звонят, и когда им нужна помощь, мы подъезжаем сюда. В минулом годе волонтёрский отрат «Открытое сердце» по выниках интернет-голосования назвали лепшим у республиканским конкурсе «Волонтёр года доброе сердце». А почним добраченным мероприемством отрада было свято для детей с ДЦП в Международный день инвалидов. В ближайших планах матч по мини-футболе и новогоднее веншование для девчонок и хлопчиков от Деда Мороза. Ганна Корольчук, Игорь Марышенко, отель радует компания «Гомель». Гэта и атак сама иншая новинная вы можете знать на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergomel.by На этом выпуск завершенный. Доброго вам вечера и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «де-факто». В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Сегодня в Добруша водолазы освода сумели обнаружить тело утонувшего ребенка. Условия были крайне сложными. Поиски велись пять суток. На шестые мальчика удалось найти. Это произошло в 200 метрах от места утопления ребенка. Водолазы прочесали акваторию реки Ипуть на расстоянии в километр. При повторных погружениях тело 14-летнего подростка и было обнаружено. Поиской мешали сложные условия при погружениях и шуга, наполнившая толщу воды от дна до ледяной корки. Видимость улучшилась с наступлением плюсовых температур. На место обнаружения мальчика выезжала следственно-оперативная группа. Напомним, ребенок утонул в реке, провалившись на тонком льду вместе с братом. Тот смог выбраться и позвать на помощь отца, но им не хватило времени. Комиссия по чрезвычайным ситуациям проверит торговые центры и объекты массового пребывания людей на предмет безопасности подвесных потолочных систем. Соответствующее поручение подписано Совмином. На местах рабочие группы уже приступили к обследованию. Местом проверки в областном центре сегодня стал торгово-развлекательный центр «Мандарин». В состав комиссии вошли представители управления архитектуры, капитального строительства Гомельского горосполкома, представители стройнодзора, МЧС, строительного треста и других заинтересованных ведомств. Уже с первых минут обследования выяснилось, что в потолочных системах имеются мелкие недочеты. Этот торговый центр первый в области из 20 объектов массового пребывания людей, которые собирается осмотреть комиссия. На устранение всех предписаний владельцам будет дан один месяц. В связи с тем, что в городе Минске на объекте «Арина-Сити» произошел обрушение конструкции подвесного потолка, было принято решение по обследованию аналогичных объектов на территории города Гомеля. По мере необходимости, конечно, по мере работы комиссии, может быть, будут дополнительные какие-то объекты появляться, которые мы тоже будем обследовать параллельно. Тем временем в центре Гомеля спасатели тушили пожар в подвале жилого дома. Как сообщает прислужба МЧС, загорелись легковоспламеняемые материалы, предположительно, фрагменты ткани и одежды. На месте ЧП работали несколько пожарных машин, дежурила служба газа и автомобиль скорой медицинской помощи. Пожарные спустились в подвал в газодымозащитных костюмах и с кислородными баллонами. Эвакуация жильцов не потребовалась. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В Светлогорске следователи выясняют причины гибели четырехлетнего ребенка. Мальчик выпал из окна шестого этажа и скончался в больнице. ЧП произошло 3 декабря. За ребенком присматривала бабушка. В тот день она отвела малыша к его тете. Тело мальчика нашли прохожие около многоэтажки. Почему это произошло, сейчас пытаются ответить правоохранительные органы. За жизнь юного пациента врачи боролись сутки. Шел отдыхать и повредил новогоднюю арку с иллюминацией. В Гомеле милиция оперативно задержала хулигана, который разбил светодиодные элементы новогодних украшений. Оказалось, мужчина шел в развлекательный центр вместе со своим приятелем. По пути он несколько раз ударил по иллюминационным и металлическим аркам, чем причинил владельцу этих конструкций материальный ущерб. Подозреваемых отыскали в развлекательном центре, а вместе с ними было и доказательство. Знакомый дебошира снял действия приятеля на телефон. Сотрудниками уголовного розыска по подозрению о совершении хулиганских действий был задержан 30-летний гоменчанин, работающий грузчиком на одном из предприятий города Гомеле. В настоящее время по факту совершения хулиганства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают логичные виды наказания вплоть до лишения свободы сроком до 3 лет. Это вся информация к этому часу. Оставайтесь на Беларусь 4. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Осенью 2019 года в Гомеле планируется провести чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха. Соревноваться будут взрослые атлеты, а также юниоры и кадеты. Комиссия Европейской спортивной организации глухих во главе с президентом Иосифом Ставракакисом сегодня посетила Гомель. Гости знакомились с инфраструктурой. Их интересовала спортивная арена Дворца легкой атлетики, а также гостиницы, в которых будут проживать участники. Европейская спортивная организация глухих во второй раз доверяет проведение крупных соревнований нашему областному центру. Минувшей весной в Гомеле состоялся чемпионат Европы по легкой атлетике среди глухих. Турнир легкоатлетов признали лучшим в истории. Есть надежда, что континентальный чемпионат по борьбе не снизит планки. Впечатления комиссии ЯЦа по условиям проведения чемпионата Европы кажутся очень хорошие. Где-то восторг, где-то пожелание, что все здесь будет хорошо. Уверенность выражают именно представители ЯЦа. По итогам инспекции, Европейская спортивная организация глухих примет окончательное решение о месте проведения чемпионата. В Гомеле состоялся открытое молодежное первенство Беларуси по УШУ. Участие в турнире приняли спортсмены из Беларуси и Украины. Всего около 200 человек. Гомель впервые принимал столь представительный турнир по УШУ. Областная федерация этого вида единоборств была создана всего два года назад. За этот недолгий срок гомельские спортсмены успели проявить себя на внутренней и международной аренах. Успехи не остались незамеченными, и Гомелю доверили проведение республиканского первенства. Отчетные соревнования проводились в двух разделах. Таулу – это спортсмены выполняли комплекс движений и саньда. Это, собственно, поединки. Мы очень сильно готовились психологически. Физически все готовятся, но психологически мы готовили своих спортсменов, чтобы они были устойчивы, чтобы они знали, что это двойная ответственность выступать дома, когда придут и родные, и близкие, и те же друзья, и одноклассники поболеть за них. Подготовка дала результат. В разделе Таулу команда Гомельской области выиграла первое место в общем зачете. В саньда гомельчане стали вторыми, уступив первую строку соперникам из Минской области. Антон Шрамченко остается в футбольном клубе «Гомель». Новый контракт с футболистом рассчитан до конца 2019 года. В минувшем чемпионате полузащитник сыграл во всех 30 матчах, записал свой актив, три гола, сделал одну результативную передачу. Также он отличился забитым мячом в одной 16-й финала Кубка страны. Гомельская из Дюшор номер 4 выиграла общий зачет республиканской спартакиады детских спортшкол по спортивной акробатике. В личном зачете в активе гомельчан четыре золотые награды из пяти возможных. Наши спортсмены победили в соревнованиях смешанных и мужских пар, а также в мужских и женских групповых упражнениях. В состязаниях девушек гомельчанки выиграли серебро. Сейчас спортсмены готовятся к чемпионату Беларуси, который состоится в Минске с 10 по 12 декабря. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.